коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает и после этого выпуска в своих соцсетях получить сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать пьесы если вы хотите стать профессиональным драматургом то пройдите по саней подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой если вы смотрите в прямом эфире то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите а также что вы меня слышите да вы совершенно так ждут что пока кто-то появится в чате и напишет сообщение я опоздал сегодня ровно на одну минуту прошу за это прощение обычно я так не делаю обычно я вовремя выхожу если только технически бывают какие-то неполадки но сегодня четверг сегодня сценарная мастерская я сижу читаю домашки в нашей сценарной мастерской и я я зачитался просто классные классные домашки классные замечательные замечательные работы и и просто на часы не посмотрел кто-то не видит не слышит но в основном все все видят и слышат хорошо друзья идем дальше значит что мы с вами сегодня будем делать сегодня мы с вами будем заниматься сюжетом мотаю значит смотрите вот о чем сюжет нас уже это всегда о каком-то герое который стремится какой-то цели преодолевая какие-то препятствия и что здесь чаще всего какие здесь ошибки люди делают очень часто бывает так что автор берет такого обычного человека возьмем среднего американцы до среднего россияне обычный менеджер среднего звена в какой-то компании будете вы смотреть кино про обычного человека будете смотреть спектакль про обычного человека будете вы читать книгу про обычного человека Нет. Зачем? То есть обычный человек должен быть чем-то необычным. Даже мистер Скучмен, известный по-моему Бертрана Рассела парадокс, что самый скучный в мире человек будет интересен тем, что он самый скучный человек в мире. Тем самым он уже будет не самый скучный человек в мире. Вот, скажем так, фундамент всех вот этих бедных людей, бедных обычных скучных людей это Акаки Акакевич. То есть это не зря Достоевский говорил, что мы все вышли из гоголевской шинели. На самом деле вышли, но поняли неправильно гоголевскую шинель, потому что Акаки Акакевич это супергерой, совершивший подвиг, накопивший сумасшедшую сумму из копеечного жалования. И мне очень нравится. Я сам не видел, да, мало кто видел эти материалы шинели Норштейна, но говорят, что он там показывает полчаса фильма. Ну, я что-то видел по телевизору, какие-то в свое время кусочки какие-то показывали. Так вот, я читал описание в его книге «Снег на траве» и вот он описывал, что в финале он придумал такой кадр, что спит зимний Петербург и огромный Акаки Акакевич в своей шинели закрывает, окутывает этот Петербург. Да, то есть, Акакия Акакевич это гигант, который способен окутывать Петербург, а вовсе не маленький человек. Поэтому обычных людей, в обычных людях мы ищем что-то необычное. Дальше, герой не должен быть пассивным, да, то есть он не должен быть персонажем, который лишь реагирует на воздействие. Сразу же становится неинтересно. Часто бывает такое, что нет конфликта. Да, нет конфликта, нет интереса. Незачем смотреть кино, незачем его делать. Да, то есть конфликт делает событие. Событие это... Что такое событие? Давайте мы сформулируем. Как по-вашему, что такое событие? Мне очень нравится определение в астрономии, да, что событие это что-то, что меняет правила наблюдения. То есть, если что-то произошло, да, в космосе, то это не событие. А если после этого правила наблюдения меняются, да, то есть мы дальнейшие наблюдения, которые мы делаем, мы производим с учетом того, что вот было это явление. Да, изменение состояния системы. Событие это что-то, что вносит изменения, да, то есть вот изменилось что-то, произошло событие, не изменилось, нет события. Да, то есть герой приходит на работу, в этом нет события, да, ничего не изменилось. Он приходит на работу каждый день, да, герой приходит на работу и его увольняют. это событие то что-то изменилось событие должно быть да как мы по контексту догадываемся да то есть если человек приходит на работу каждый день да тоже в течение дня у него происходит конечно какое-то изменение он то на работе то то да то есть изменение есть да но это изменение нередко да у него это изменение происходит каждый день может 10 лет кроме выходных поэтому событий для того чтобы быть интересным оно должно быть редким достаточно но при этом оно должно быть достоверным в нашей истории например герой женится нередкое событие но достоверно то есть может быть такое такое событие то есть просто делать историю про то то есть она не редкая в том смысле что у героя может быть это одна одна свадьба в жизни да но в принципе событие в там в человеческой истории это событие происходит достаточно часто да а например герой выходит замуж да это уже событие достаточно редко особенно если это среда какая-то где герой не так часто выходит замуж да если это там условно говоря как западная страна в которой там люди часто мужчины часто выходят замуж да в этом случае это опять же и нередкое событие да я сейчас не занимаюсь пропагандой на всякий случай сообщаю и она сразу же то есть она становится неинтересным она не становится поводом для для того чтобы о нем написать пьесу или снять кино да то есть если событие нередко случается в истории но достоверно нам неинтересно а свадьба и на свадьбе не знаю приехал омон это не часто случается это становится интересно до свадьбы и на свадьбе случился пожар это тоже не часто случается и редко и достоверно то есть наша задача сделать событие который будет одновременно и редких и достоверных например высаживаются инопланетяне не так часто высаживаются инопланетяне на нашей памяти да я думаю что не многие из вас видели высадку инопланетян но она недостоверная да потому что если скажем так ну подтверждений тому что высаживались инопланетяне не так много поэтому да может быть история про высадку инопланетян это редкое недостоверное событие до который вам придется каким-то образом его достоверность нам доказывать тратить усилия какие-то на это а должно быть такое такая такое сочетание до что да никогда такого не было и в то же время да вот именно так и должно быть да то есть вот стык должен быть вот этой редкости и достоверности именно так вот в этой истории все и должно быть дальше на событие может быть размазанным во времени да например герой болей герой работает на работе герой переезжают другую страну да и там много лет адаптируется такое размазанное во времени события люди живут в браке тоже долгое событие для того чтобы его поместить в художественное произведение неважно в пьесу фильм в особенную пьесу фильм до романе еще можно размазать нам нужно это сконцентрировать да то есть например герой работает в редакции где его засасывать кучка у него нет времени подумать о своих делах дав в романе может быть может быть такое предложение пьесе фильме нам надо сконцентрировать какое-то событие здесь нет сцен да то есть нам нужно показать что герой вдруг на работе в разгар рабочего дня встает и говорит ойдите вы все к черту блин меня засосала текучка и и я у меня нет времени подумать о своих делах я пошел думать о своих делах вот это событие да мы его сконцентрировали в одно в одно какое-то действие то есть перешли в включенное время дальше герой например садится пить чай да это событие конкретная да то есть герой встает и уходит это конкретное событие герой работает в редакции размазанное событие не конкретно герой садится идет в туалет и звонит жене с работы это событие конкретное вполне да у нас время тикает да то есть происходит но она неважно потому что ну изменение никакого не происходит то есть событие должно быть одновременно и конкретное и важно да а важно это что значит важно это меняет меняющие его судьбу и в итоге вот из этой матрицы до из четырех вот этих вот характеристик мы выбираем и понимаем что событие для того чтобы быть интересным для того чтобы стать поводом для того чтобы рассказать о нем на сцене да оно должно быть с одной стороны редкое с другой стороны достоверное с третьей стороны конкретное и с четвертой стороны важное редкое достоверное конкретное и важное понятно ли это если понятно напишите в чате что понятно если есть вопросы то задайте вопрос да вот оксана абсолютно точно до события одномоментно протяженными во времени бывает только предлагаемые обстоятельства совершенно событие меняет направление движения всех персонажей на важные события если можно приведите примеры из классики продажи вишневого сада да это важное событие это конкретное событие да это редкое событие не так часто продают вишневый сад в жизни персонажей так точно это единственный раз происходит и в то же время это достоверно да то есть когда это происходит мы понимаем да вот именно так все и должно быть дальше значит есть было много разных попыток сделать некую классификацию сюжетов давайте я пойду по пути наименьшего сопротивления да потому что есть там я использовал и там китайские с 36 китайских стратагем это все в общем то все и релевантные релевантные какие-то варианты существует такая на мой взгляд она немножко устаревшая периодически классификации сюжетов пальти где перечислены там основные какие-то действия основные действия которые может предпринимать персонаж да то есть и эти действия они могут быть и основой целой истории и могут стать частью истории да то есть действия которые вы можете использовать для того чтобы там в одной большой истории вставить какую-то сцену да например история о месте на которой построен весь сюжет и внутри этой истории о месте может быть и там внезапные несчастье и спасение и мольба и так далее давайте я сейчас вам голосом перечислю эти сюжеты при необходимости их без труда можно найти весь этот список я его в описании действия не пытайтесь судорожных записывать я их потом в описании урока добавлю текст и так вот они эти сюжет мольба спасение месть преследующее преступление месть близкому за близкого затравлены внезапное несчастье жертвы кого-нибудь бунт отважная попытка похищение загадка достижения ненависть между близкими соперничество между близкими а дюльтер сопровождающийся убийством безумие фатальная неосторожность невольное кровосмешение невольное убийство близкой самопожертвование во имя идеала самопожертвование его и ради близких жертву не всем ради страсти жертва близким во имя долга соперничество неравных а дюльтер преступление любви без чести и любимого существа любовь встречающие препятствия любовь к врагу честолюбие борьба против бога безосновательная ревность судебная ошибка угрызение совести вновь на найдены потери близких сразу оговорюсь что я не считаю это и дева идеальным идеальной классификацией и здесь так все вместе компот такой да здесь и там и события которые случаются с героями и действия которые героя делать да то есть тут все это самое вот но тем не менее да и и чего-то здесь не хватает да есть сюжеты которые здесь есть и есть сюжеты которые на мой взгляд здесь в общем там на напрасно разделены на два да например ненависть между близкими соперничество между близкими тоже как бы вполне нужно было в одно объединить и так далее да то есть есть как бы есть есть в чем упрекнуть эту систему но тем не менее да вот я сам себя сам себя спрашивал да что вдруг есть какой-то сюжет которого здесь нет ну да конечно есть но вопрос а ты вот эти сюжеты все уже отработал да то есть вот все ли перечисленные сюжета отработал я в своих текстах нет не все на вот поэтому ну как бы когда отработаешь все всего пальти пройдешь вдоль и поперек да тогда можно говорить что надо нам еще что-то поискать вот в целом основные сюжеты да они здесь перечислить а дальше значит есть два приема которые в коротком в короткой истории позволяют очень сильно уплотнить действие да то есть вот в основу мы берем мы с вами говорили должно быть какое-то событие то есть должен быть герой который идет к цели и дальше до происходит в результате его этого движения происходит какое-то событие оно должно быть редкое достоверное конкретное и важно действие вот я вам перечислил отдал сюжеты значит пальти опять же если там хочется по углубляться в эту тему можете еще про стратагему почитать китайские там тоже это все по одному клику находится и дальше наша задача чтобы у нас история не разъехалась чтобы собрать ее и сконцентрировать максимально и самое главное в коротком тексте да мы с вами однако пьесу пишет да самое главное начало и конец и почему если в в истории там 20-25 минут она длится то нужно очень сильно постараться чтобы середина провести значит нам нужно эффектное начало и нам нужен эффектный конец как правило любой любая история она начинается с экспозиции да то есть мы представляем зрителю героя представляем его отношения с окружающими место действия чего хочет герой в жизни о том что у нее есть какая-то скрытая потребность и дальше происходит некое событие которое заставляет его покинуть привычный мир и отправиться в полной опасности и невзгод путешествие так вот и когда мы начинаем писать историю естественно у нас есть соблазн начать от от яйца да то есть начать начать предысторию самого начала и здесь надо посмотреть нет и возможности отрезать начало то есть убрать что-то лишнее да то есть нам можно убрать начать сразу же с путешествия а и по ходу этого путешествия объяснить откуда герой идет что с ним случилось да из-за чего он отправился в путь и там все сопутствующую какую-то информацию уже по ходу рассказать можно начать с испытания да то есть герой сразу же сталкивается с лицом к лицу с антагонистом да и сказка начинается ними схватка начинается немедленно а уже потом в процессе битвы мы даем зрители подсказки чтобы зритель поняла из-за чего вообще мы тут посуду бьем и самое смешное и самое интересное крутое что можно начать вообще с развязки да то есть вы сразу же показываете герои в ситуации мексиканского перемирия да знаете что такое мексиканское перемирие это когда есть много мемов на эту тему когда герои стоят направив друг на друга пистолет вот мы прямо с этого начинаем условно говоря как я в свое время для себя сформулировал что если бы я писал пьесу о дуэли гумилёва и волошина я бы начал затемнение и из этого затемнения голос анинского достоевский правильно написал что у пощечины мокрый вкус да и все и дальше все остальное что происходило дальше да а все всю чарубину где габрят я бы флэшбеками показывал что все это было до да то есть мы событие выносим за скобки да то есть мы самое все самое сильное мы выносим за скобки и начинаем уже после это не значит что обязательно это надо делать я просто хочу чтобы вы понимали что можно и так да то есть фильм про атомную войну там спектакль роман про атомную войну да можно начинать с того что люди готовятся к атомной войне а можно начинать с того что она уже свершил да то есть первые несколько минут после ядерного взрыва и мы дальше осмысляем как мы к этому пришли вполне вполне законная законный способ рассказывания истории естественно что все это работает только в том случае если вы даете впоследствии зрителю достаточно информации для того чтобы он понимал что случилось за кадром да а высшее мастерство это когда вы даете информацию так что зритель строит всякие разные по порядку да вот сейчас а я понял вот это вот случилось да то есть когда вы вниманием зрителя управляете давая ему возможность строить какие-то правдоподобные версии и вы управляете этим развитием версии а потом даете последнее объяснение вся картина складывается у зрителя в голове и вот так вот оно что произошло на самом деле есть такой сериал герой heroes там он попал к сожалению на мой взгляд это он не раскрыл до конца свой потенциал он попал в забастовку сценаристов 2008 года и но первый сезон гениальный и первый сезон начинается с того что там есть супергерои какие-то современные да и один из супергероев он может прыгать в будущее на полгода и вот значит по-моему это в финале пилота происходит он прыгает вперед на полгода в нью-йорке полгода спустя и он в метро едет или на поезде едет и он смотрит в окно и видит что за окном поднимается ядерный гриф офигенно офигенно через полгода начнется атомная война нью-йорк погибнет он возвращается опять в настоящее время да и дальше они постепенно герои проживают эти полгода и мы постепенно видим а вот из-за этого атомный взрыв произойдет а нет вот из-за этого произойдет а вот из-за этого да и в итоге то правильное какое-то в конце концов дается очень круто придуманное объяснение насколько это понятно если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы то есть резюмирую до что наша задача в коротком тексте начать как можно раньше как можно быстрее а вот вплоть до того что можно начинать уже после того как все самое главное случилось да естественно вишневый сад продается это обстоятельства вишневый сад продан это событие да то есть там событие происходит в тот момент когда приходит лопахин и и сообщает что сад продан да кстати само событие мы там не видит что любопытно я кстати вот буквально там месяц назад посмотрел тысячный раз посмотри послали тысячную версию вишневого сада в мастерской петра фоменко пьеса держит не стареет совершенно очень круто сделано очень мало таких пьес которые не не стали даже булгакова там скажем бег в плохой постановке начинает провисать хотя очень люблю 2 прием который очень хорошо работает в короткой истории то бриколаж это перевертыш да то есть когда вы находите какое-то нестандартное использование привычным предметом и нестандартное необычное разрешение стандартных ситуаций в этом случае происходит не просто неожиданное событие а меняется само правило событий при сохранении внутренней логики объясню как это работает на примере я много раз рассказывал этот случай может быть вы уже от него его от меня слышали и давайте договоримся так что если вы про него слышали я сейчас задам вопрос да то есть если вы отгадку знаете от меня вы молчите и я задаю загадку только тем кто эту историю не знает чтобы вы думали да то есть мне важно не чтобы вы показали что вы знаете отгадку а чтобы вы показали как вы можете думать я эту историю услышал от а дальше агишев это выдающийся сценарист выдающийся мастер учитель луцика и саморяда числе прочего пересказываю сего слов могу ошибиться в деталь много лет назад я узнал и так вот легенда однажды слепец переходил через бурную реку его увидел незнакомец и предложил свою помощь слепец взял незнакомца за руку и вдруг почувствовал что на его большом пальце нет одной фаланги так он узнал хизра хизра это покровитель странников который дарит им волшебные подарки и вот он вцепился в его руку и спросил выполнить ли хизра его желание и тот ответил выполнен как вы думаете какое желание загадал слепец еще раз ребят давайте догадывать и только по-честному да без спойлеров если вы уже знаете эту отгадку не отвечайте знаете молодцы только если не знаете за отгадку то предположим что он загадал какое желание загадал слепец чтобы они поменялись местами судьбами да то есть мы логика до нашего размышления раз я делаю эту загадку да есть слепец есть исполнение желания логично предположить до самой очевидной верни мне зреть до самой очевидной слепой человек должен хотеть видеть по логике это логично значит это не то а я сказал что будет перевертывать значит будет что-то другое и мы начинаем думать а что еще может быть и любопытно что очень похожая история есть в одном из фильмов гриной и в одном из ранних фильмов значит то же самое там оказывается человек в такой ситуации значит его там демоны какие-то ему все это говорят и ему говорят загадывая желание да они ему говорят будь последователем выбирая желанием сделай будь последователен будь логичен и вот данный слепец он поступил абсолютно логично и последовательно да то есть он не запросил то что очевидное да но тем не менее он что-то логично но неожиданно давайте версии почитаю так что-нибудь вроде перейти через реку до чтобы они поменялись местами судьбами поводыря самое тривиальное глаза логично что раз мы с вами об этом говорим то наверное не глаза остаться в живых или чтобы он его отпустил да то есть вы все было очень хорошо очень хорошо вы думаете чтобы у него палец вырос обратно дошли слепец привык к своему состоянию лишиться еще одного органа восприятия стать глухим ходить по воде вернуться во время хочет перейти реки реку достичь цели быть всегда рядом местами поменять так есть еще версии хорошо даю отгадку то есть логично предположить что он потребовал зрение можно пойти дальше и предположить что он потребовал власти потребовал любовь женщины потребовал денег потребовал талант поэта или что-то неожиданное но имеющая ценность для него и давайте мы посмотрим да что произошло из-за того что он слепой да он слепой из-за этого он там уязвим неполноценен и так далее так далее из-за чего из-за того что он слепой а другие зрячий да и логично предположить чтобы он стал зрячим и в этом случае он станет зрячим и он станет таким же как все вместо этого он попросил сделай всех людей в мире слепыми да то есть все становятся слепыми и он получает преимущество перед всеми остальными людьми людьми потому что он уже ну ему быть слепым привычно для него это обычный мир быть слепым и он сразу же становится королем мира слепых понимаете да логично предположить что вернуть мне зрение неожиданно интересно сделать всех слепыми как я да и сразу же появляется некая некая метафизическое метафорическое изменить измерения в этой истории да и это действительно неожиданно но в то же время это логично последовательно достоверно да то есть он хочет быть таким как все но он требует не поднять себя до других а опустить других до себя и тем самым возвысится стать стать выше всех остальных и вот такого рода сюжетные повороты они очень хорошо работают в коротких историях в рассказах если в одноактной да в короткометражном кино но здесь важно чтобы сюжетные повороты до чтобы они были действительно неожиданны очень часто начинающие авторы они недооценивают зритель а зритель сегодня у нас искушен типа мы сейчас пост подложим для жителей для зрителя такую обман куда есть такой термин red herring копченая лосось или красная лосось да когда мы намек какой-то зрителю даем что типа вот сейчас вот это произойдет и пусть он думает что сейчас произойдет вот это вот а на самом деле случится вон то и вот зритель он не дурак он видел все те же самые фильмы что и вы и он прекрасно знают как эти обманки работают да и что если мы показываем что над трупом убитого человека убит зарезанного человека мы видим как его там не знаю его жену которая ему изменяла нож у нее в руке а в другой руке у нее подделанное завещание на ее имя да очевидно да я утрирую да мы понимаем что это не она убил да а убил вообще кто-то другой да то есть вот эти указания нарочитые они не работают и еще раз я хочу подчеркнуть что я не настаиваю на том что вы обязательно применили эти два приема в вашей работе вот конкретно в той работе которую вы делаете сейчас более того они плохо совместимы в пределах одну историю потому что они работают достаточно сильно и можно построить всю историю только на одном этом прием до убрали экспозицию убрали события и осмысляли все только на этом можно работать целую историю и на бриколаже на перевороте на этом на повороте тоже можно работать делать целое кино до 6 чувство помните шьям алана фильм он полностью вот на этом перед перевороте построен да я вижу мертвых людей хоп а на самом деле вот он сам мертвый извините за спойлер но я хочу вас попросить чтобы вы ну во первых да я этот курс делаю опять же не только для того чтобы научить написали текст до написали пьесу а для того чтобы вы чему-то научились да и в дальнейшем использовали своей работе соответственно я хочу вас попросить чтобы вы вашу сегодняшнюю работу тоже отстраивали от этих прием да то есть чтобы вы себя спросили а у вас уже есть сюжет у вас есть герой есть место действия чтобы вы сказали себе так начала моей истории будет таким потому что да вот я хочу чтобы это было так потому что тот и тот и тот а потом скажите а конец моей истории будет таким потому-то потому-то и потому-то может быть вы придумаете другой финал после этого занятия и важно чтобы вы понимали какой эффект вы хотите получить какие эмоции должны возникать у зрителя который будет вашу пьесу смотреть на театр и так теперь еще раз да мы снова возвращаемся к сюжету до тому что мы на первом занятии делали и я попрошу вас значит пересмотреть все что вы делали в течение этой недели и четко ответить на семь вопросов да то есть сейчас не надо подробно все расписывать но мы нам сейчас все нужно собрать в одно место до 1 где и когда происходит действие 2 с какого события начинается история третье кто герой вашей истории и кто герой это значит что чем этот герой отличается от остальных людей чего герой хочет кто нему мешает что герой делает чтобы получить желаемое каковы неожиданные последствия его действие то есть самое важное здесь два последних вопроса что герой то есть ваша история она на самом деле про то что герой что-то сделал неожиданные интересные для того чтобы получить желаем и какой-то неожиданный результат его действия то есть чтобы не было так что герой нужны день а он идет и грабит банк неинтересно все обычные нормальные люди оказавшись героем фильма если им нужны деньги да ну героем истории идут грабить банк до или идут занимать деньги у друзей а или идут берут кредит а то есть значит нам надо придумать что-то интерес идет танцевать мужской стриптиз и какие-то неожиданные последствия его действия хотел жениться на девушке да какие варианты ну либо жениться либо не жениться этот и другой вариант предсказуемые очевидно значит что нам надо сделать как фан-фан тюльпами да там в начале пожелали герою нагадалка нагадала что он женится на принцессе какие варианты ну женится на принцессе не женится на принцессе причем в процессе мы увидели что он влюбляется в эту цыганка или не цыганка я не помню давно очень смотрел он в нее влюбляется мошенницу и нам становится интересно как же так он любит эту уже очевидно для всех кроме его самого до аделина не беспокойся я не люблю тебя да а он а принцесса нам не нравится да и он нее не любит но вот он должен на ней жениться и что в итоге в итоге король усыновляет эту аделину и он женится на ней то есть он женится на принцессе но не на это интересно интерес а вот то есть есть перевертыш и вот искать неожиданные действия всегда автору надо да и искать неожиданные последствия его действий и вот собственно да вот эти семь вопросов они вообще там я я их сформулировал довольно давно да тоже не этом этим этому структурирование истории нигде никому нет ни в какой книге никто про это не пишет и я своих студентов заставляют просто наизусть выучить ночью разбудить семь вопросов вперед отвечаешь и проверка любой истории да на 7 вопросов ответил если не можешь ответить на какой-то вопрос значит история недоработанные надо найти ответ а ответил на эти вопросы все сразу любая история становится понятно более того когда пишешь синопсис до любой истории отвечаешь по абзацу на каждую на каждый вопрос потом убираешь вопросы все синопсис готов и все все понятно и логично и вот вам домашние задания вот в этом формате тоже текст вопросов я вам запущу нужно будет ответить на эти семь вопросов насколько понятно домашние задания и если есть вопросы том задайте вопросы сейчас давайте я подожду пока вы задаете вопросы я размещу эти в описании классические сюжеты пойти и добавлю домашние мы с вами сегодня управились даже быстрее чем вчера это прям мы молодцы набрали хороший темп так а вот это шикарно кстати человек я бог у тебя есть возможность задать мне единственный вопрос какой хороший повар что ответил неважно вообще не важно да вот есть значит есть саша дала правильный ответ олесе дала правильный ответ стасия да вода да фактически мы пишем синопсис прям вот в ответ а в ответ и так пишите ли вы сами какие-то работы по теории драматургии нет ну я написал буквально сценариста написал пишется книгу написал сценарист номер один да то есть все что я хотел написать книга я уже написал дальше сейчас я занимаюсь такой исследовательской работой которая вся вся идет в мастерскую приводи к bibliки первbildung приведите пожалуйста примеры пьесы где несколько героев одновременно я не очень понял вопрос что значит несколько героев одновременно а несколько главных героев одновременно ну ромео и джульетта например вполне и ромео джульетта это вполне равноправные герои это вполне может может быть да то есть они будут конечно перетягивать внимание на себя давно мы просто от одного героя, от одного героя к другому перескакиваем, то есть это вполне возможно. На самом деле с одним героем работает просто проще, да, Гамлет, Гамлет, все, вот есть действующее лицо, все вокруг него крутится, да, если есть несколько персонажей, да, нам надо все время перед ними, между ними как-то перескакивать. Так, по вашему мнению, должна ли пьеса быть актуальна настоящему времени, злободневно или не стоит на это ориентироваться? Хороший вопрос, но отвечу я уклончиво. Значит, смотрите, слишком много факторов надо учитывать, когда вы работаете, когда вы пишете для театра, да, то есть с одной стороны, да, действительно пьеса должна быть актуальна, но актуальность газетная не равна актуальности театральной, да, то есть что актуально, не знаю, мятеж Пригожина, да, вот вы сейчас скажете, о, напишу сейчас пьесу про мятеж Пригожин. Написали, да, а через, так, за неделю написали быстро, да, а через неделю уже вообще другие проблемы. Да, мир меняется быстро, поэтому все, актуальность утрачена. Как во время пандемии все делали, все писали пьесы, все драматурги писали пьесы про пандемию, да, пандемия очень быстро всем надоела, и все, ни одна, по-моему, из этих пьес про пандемию, написанные за первый месяц пандемии, да, их в Zoom читали, мы тоже, кстати, делали читки в Zoom, правда, не про пандемию, но ни одна из этих пьес, насколько мне известно, поставлена не была. Вот, поэтому, да, с одной стороны она должна быть злободневной, да, но с другой стороны нужно искать такую злободневность, которая не устареет через неделю. Поэтому и в то же время с театром интересная ситуация, пьесы все равно при всем том, они стареют быстрее, чем проза, да, потому что очень многие, очень многое театральная драматургия, там даже 50 лет назад прозу ты читаешь, как вчера написано. Драматургия, кажется, вся осыпалась, и, ну, конечно, лучшая драматургия, самая выдающаяся, там, не знаем, но арбузов, розов, да, тоже там, я очень люблю и того, и другого, да, но многие тексты розового устарели. Некоторые звучат так же актуально, но многие устарели, если взять собрание сочинений трехтомных, перечитать сейчас, вы увидите, что очень многое устарело. Но некоторые вещи там, но на самом деле это у всех драматургов так, потому что даже у Шекспира, у него по большому счету, да, у него 30, по-моему, 30, у него пьес столько же, сколько картину Вермира. 36, а одна спорная. Вот, 36 пьес, а на театре ставят одного и того же, там, Гамлета, Ромео и Джульетту, Короля Лира, набор из 5-6 пьес. Пойдите-ка, найдите какие-нибудь Хроники Шекспира сейчас в российском театре. А Титандроника попробуйте найти, или Мера за Меру найдите на театре. Мне случалось видеть постановки и того, и другого, да, но это там крайне редко их ставят. Так, чат GPT и прочие нейросети. Помощник ли для драматурга? Исследуете ли, как можно применять, есть ли выход? Тоже хороший вопрос. Значит, смотрите, что я считаю, что будет происходить с этим GPT, да, то есть, с одной стороны, это помощник, который помогает фильтровать информацию, да, то есть, например, если вам нужно найти какую-то информацию и ее отфильтровать по теме, да, то нейросети с этим очень хорошо справляются, да, то есть, вам не надо сидеть и прочитывать огромное количество, там, кстати, вот поиск, все это, вот Яндекс, Гугл, там, и так далее, и так далее, да, то есть, сложно представить сейчас, что, чтобы человеку, там, 30 лет назад, даже не 30, даже 20 лет назад, чтобы найти какую-то информацию, нужно было идти в библиотеку, брать словарь и в этом словаре что-то искать. Вот у меня в детстве был такой интернет домашний, да, вот такой томик толстенный, советский энциклопедический словарь, да, я читал, допустим, про магикан, кто такие магикан, я искал в словаре, ага, магикан, узнал, что есть такой поэт Дэвид Бурлюк, вот я в словаре ищу, ага, Дэвид Бурлюк, поэт-футурист, так, Хлебников, поэт какой-то, да, вот находил какую-то информацию. Сейчас вся информация в интернете и поисковики фильтруют, находят нам точно там то, что нам нужно. Вот GPT, он тоже это помогает делать. Вот, и вот смотрите, компьютер сегодня обыгрывает легко шахматистов, да, но шахматы никуда не делись, шахматы как искусство. Люди продолжают, да, то есть мы не сидим и не смотрим на шахматные игры между компьютером и компьютером, да, нам это неинтересно. Вот точно так же я думаю, что нейросети очень быстро научатся рисовать картины как человек, да, сейчас еще не очень получается, но они быстрее-быстрее и быстрее учатся. Да, с текстами то же самое, они очень быстро пройдут этот прогресс. Но все равно люди будут хотеть читать тексты, написанные людьми. Люди будут хотеть, приходя на театр, видеть на театре живых людей. Я думаю, что давайте вот я вам прям совсем предельное, предельную такую вещь скажу, провангую, да, что порно с живыми людьми никогда не вытеснит порно с рисованными нейросетями персонажами. Вот давайте тоже забьемся, да, вот через там пять лет вы мне можете написать и сказать, да, Александр, а помните вы говорили? А вот смотрите, все, весь мир смотрит нейропорно. Вот я думаю, что этого не произойдет. Все равно люди будут хотеть смотреть на живых людей и знать, что это живые люди. То есть, да, нейросети будут все время притворяться живыми людьми, но это как бы люди будут это требовать. Вот смотрите, появились синтезаторы в свое время. В группу Queen на пластинках появлялась на одно время, да, когда появились синтезаторы, появлялась надпись «никаких синтезаторов». Да, то есть вот люди воевали прям с этим, такие луддиты, что мы никогда все синтезаторы мы не будем использовать. Ну вот сейчас синтезаторы, компьютерная музыка и так далее, и так далее. Исчезла гитарная музыка? Ну, нет, никуда не исчезла. Металлика исчезла куда-то со своими гитарами? Нет, никуда не исчезла. Парни, которые как играли на гитарах, так и продолжают играть на гитарах. Но при этом они делают это гораздо круче, чем делали группы в 60-е годы. И то же самое будет происходить и с драматургией. Она будет лучше, она будет сложнее, она будет интереснее. Нейросети подстегнут человеческие кооперативы. Так же, как в шахматах, сегодняшние шахматисты играют совершенно на другом уровне, чем какой-нибудь Бобби Фишер. То есть, сегодня, если в прошлое отправить сегодня... Вот у меня племянник Илья Йорфи живет в Сямжи. Такой, как это называется, вундеркинд малолетний, который выигрывает все шахматные игры. Вот мой племянник, если его сегодня посадить против Бобби Фишера, он его выиграет, не знаю, за 20 ходов вынесет. Хотя он это не меняет того, что Бобби Фишер, конечно, гениальный шахматист. Вот то же самое будет происходить... То есть, современные сценаристы, они там, не знаю, если посмотреть на ребят, которые пишут для HBO, они Шекспира просто выносят, как нифиг делать. То есть, понятно, что Шекспир, конечно, великий, мы его осмысляем и так далее, и так далее. Но уровень текстов каких-нибудь наследников, на мой взгляд, гораздо сложнее, интереснее, чем любая пьеса Шекспира. Так, как вам идея? Два героя, молодой и опытный, стоят над машиной, исполняющей желания, и молодой маг учится у опытного во время ремонта оборудования. Хороший, интересный сюжет. Пандемия очень быстро надоела. Как и все, как и все хайповые события. Поэтому я советую на хайповых событиях не сосредотачиваться. Лучше брать что-то, что уже во времени, что прошло во времени. Кстати, именно поэтому я считаю, что не мы будем писать про специальную военную операцию. Будем писать не мы. Будет писать следующее поколение писателей. Так, если текст касается вечных ценностей, то он долго будет актуальным. Пока будут актуальны вечные ценности. Потому что вечные ценности, так называемые, они тоже имеют свойство меняться. Новый завет появился, и все ветхозаветные ценности оказались утрачены. Большая часть. Появились новые ценности. Не убей, например. Ветхом завете? Пожалуйста, сколько угодно. Так, Тенниси и Артур Миллер. Какой автор вам ближе, конечно, с профессиональной точки зрения? Ой, какой хороший вопрос. Он, на мой взгляд, ответ вам мало что даст, потому что он такой личный. Конечно, Тенниси Уильямс. Я очень люблю Тенниси Уильямс. Почему? Потому что он эмоциональный. И у меня личная некая история, да, то есть мне сборник его пьес попал мне в руки, когда мне было там типа 17-18 лет. Я на втором, по-моему, курсе учился. И мне очень понравилось, как он пишет. Он абсолютно, как сказать, да, то есть у меня там есть вопросы по структуре, он многословный достаточно, но он всегда делая, он эмоцию выжимает просто вот и до. Артур Миллер, он очень головной, он очень интеллектуальный, да, и поэтому, когда я его там впервые читал, я и то, и другое, я впервые сначала читал, а потом пьесы, ну, спектакли, видео. И у Миллера, да, там вот сидишь и читаешь там «Смерть кимового ажора», да, ну, да, все понятно. Эмоции у меня это не вызывает, или там, на мосту. Да, то есть только по линейке от расписанной пьесы. Я его буквально там где-то года 4 назад, когда был в Париже, я купил там сборник в Шекспир и Компани, в магазинчике, где отоваривался Хемингуэй, купил сборник пьес на английском языке Миллера в оригинале. Я их перечитал, точно такое же впечатление, головной, головной автор. Хотя я очень люблю последний фильм, последний фильм Мэриэн Монро, по его сценарию. Я не помню, как он в оригинале называется, по-моему, Мистец. У нас он шел, по-моему, то ли отчаянно, то ли отбросы, вот как-то так, или отбросы общества, как-то так. Про ковбоев, которые перегоняли лошадей на забой. И Марлин Монро, кстати, там лучшая, по-моему, за всю карьеру. С Миллером так. Так, если два главных героя, у них должны быть общие линии конфликта. Да, конечно, да, то есть если они не пересекаются, да, то как они взаимодействуют-то будет? То есть двое соперники одного и того же персонажа, например, или у каждого свой соперник. Не очень понял, что значит у каждого свой соперник. Если у каждого свой соперник, да, то они пересекаться не будут. То есть это может быть, но это параллельные истории. Да, как, например, в Чапаеве. У Чапаева свой противник, фурманов, а у полковника Бороздина свой противник, его денщик. Да, и полковник Бороздин с Чапаевым не пересекается. Вот таким образом две сюжетных линии сделаны. Так, в кино не рекомендуется начинать с того, что герой проснулся. Да, я часто по этому поводу веселюсь. В современных пьесах часто действие начинается с помощью телефонного разговора. Да, еще в первом предложении герои обязательно должны назвать друг друга по имени. По этому поводу тоже много веселятся, но избежать это сложно. То есть нам все равно как-то надо заявить. Но и когда это происходит, это такой, а, ну понятно. Здравствуй, Вася. Здравствуй, Коля. Понятно. Назвали друг друга по имени для зрителей. Как это спрятать, эту информацию? Не всегда получается сделать. Насколько это нужно избегать, начало с телефонного звонка? Я бы поискал. То есть лучше искать какие-то более изощренные варианты, как это заявить. Потому что это прямая такая информация для зрителя. Так, про пандемию не актуально. Тотальный локдаун без привязки к пандемии актуальным останется. Я думаю, что про пандемию хорошее кино, будет снято и хорошую книгу напишет следующее, опять же, поколение. Лет через 10-15. Не мы про это будем писать. Вот почему-то, да, когда пишут с пересказа, воздействие происходит сильнее, нежели когда человек, что называется, врет как очевидец, рассказывает о событиях, которые он сам произвел. Этому есть, кстати говоря, этому есть, вполне происходит такой резонанс. Я приведу пример, он тоже может показаться немножко таким, ну, как бы страшноватым, но он как раз про это. Вот когда был геноцид в Руанде, там, может быть, вы слышали, что была такая история, вот тут, сихуту, они там, я не помню, кто из них кого резал, вот кто-то из них резал, других. И вот это провоцирование геноцида происходило из-за, раскачка геноцида происходила из-за радио. Понятно, что там, естественно, в реальности французы рубились с англичанами, англичане с французами. И одни науськивали одних, другие науськивали других. Есть очень интересный фильм, снятый англичанами, кстати, под названием «Восход черной земли». Очень хорошо сделано, но он, естественно, это с точки зрения англичан, там французы абсолютными уродами показаны и виновниками этого геноцида. На самом деле, конечно, и те, и другие хороши, и французы, и американцы. А тут сейхута – это просто вытянутая рука с ножом. Так вот, на радио была пропаганда, там про этих противников называли насекомыми, животными, расчеловечивали всякие, всячески говорили, что вот их надо убивать. И вот те люди, которые непосредственно слушали радио, потом провели большое исследование масштабное. Те люди, которые слушали радио, они убивали, конечно, противников, но делали этого меньше, чем те, которые слушали рассказы тех, которые слушали радио. То есть там не во всех деревнях было радио, и вот те деревни, где не было радио, и где просто приходили люди, наслушавшиеся радио, и рассказывали о том, что надо убивать этих чуваков. И вот те просто полностью были абсолютно отморожены. То есть происходит эмоциональный резонанс усиливается при передаче от одного человека к другому. И вот точно так же это происходит с жизненными впечатлениями. То есть то, что мы узнали из других слов, очень часто мы переживаем сильнее, чем то, что мы переживаем на самом деле. Потому что включаются механизмы торможения. И у меня одна знакомая, не буду говорить кто, у нее подруга пережила, тоже не буду говорить какой, очень сильный травматический опыт. Абсолютно убийственный. И подруга написала об этом пьесу, и ее никто не поставил. И вот эта девушка, которая услышала рассказ подруги, и сразу с ее слов написала пьесу. И ее пьеса стала очень популярной. И подруга очень сильно на нее обижалась. Как же так? Я и ничего. А ты с моих слов написала, украла фактически мою историю, и у тебя там куча постановок. Можно предположить, что вот эта подруга, она просто более талантливая, которая написала пьесу. А на самом деле нет. На самом деле тут справедливости нет. Когда вы начинаете писать, всегда ли знаете финал? Можно ли начинать писать с конца? Придумать финал, а можно вести к нему историю? Да, вполне можно это делать. Но я бы сказал так, что когда Господь ведет, там, несмотря на все ваши усилия, вы напишите как надо. Как бы вы ни старались. Я вообще тут в этом смысле фаталист. Я считаю, что драматург – это инструмент. А ноты где-то там в небесах пишутся. И задача драматурга – сидеть и слушать Господа. И быть готовым в тот момент, когда вам пьесу продиктуют, ее записать. Несмотря на все, что я рассказываю про структуру и так далее. Если нет этого, все это настройка инструмента. Настройка структуру. А зазвучать, если вам не диктуют пьесу, то мы можем только инструмент настроить. И когда я писал убийцу, я точно знал, что в финале финал будет несчастливый. Ну, я же новодрамовский драматург, у нас же за хэппи-энд бьют в морду. И финал должен быть такой, что герой выбегает. Кто знает эту пьесу, совершенно точно могу сказать, до последней секунды финал был такой. Что герой выбегает на вокзале, ну, я видел, представлял Вологодский вокзал, и проезжает автобус, и он смотрит на то, как Оксана смотрит на него из окна автобуса. И она уезжает. И на этом пьеса заканчивается. И вот я, значит, я помню тот момент, когда я переживал, у меня просто там сердце из груди выскакивало, когда я последнюю сцену писал, да, когда он садится в пятерочку, в этот самый троллейбус, едет на вокзал, его в конце ловит контролерша, да. Он бьет контролершу, выскакивает из автобуса, бежит в этот самый, бежит к вокзалу, и я думаю, ага, и сейчас он должен увидеть, и вдруг я увидел, что он успевает выбить, что я вдруг увидел, что автобуса нет, и он продолжает бежать. И он выбегает на площадь, вот эту, где автобусы стоят, и видит Оксану с красной сумкой. И он говорит, откуда эта красная сумка взялась, которая входит в автобус. И он догоняет, хватает ее и начинает целовать. Вот, и так пьеса заканчивается, и мы вышли из автобуса. И нам сказали, молодые люди, вы не офигели, и мы вышли из автобуса. Вот, поэтому вот так вот бывает. Как не создать пьесу-однодневку, а написать более долговечную историю? Есть ли признаки? Вот только что я вам сказал. Господь, Бог должен вам вашу пьесу продиктовать. Все очень просто. Мы можем только подготовиться к этому. Я понимаю, что если это так звучит, особенно если из контекста вырвать, Молчанов сказал, что все бесполезно, вся структура бесполезна, все, главное, чтобы Господь продиктовал. Нет, не бесполезно. Если вы не настроили инструмент свой творческий, если у вас нет ремесла, если вы не в состоянии, если вы не умеете писать диалоги, да, если вы не умеете строить историю, не умеете описывать персонажи, да, то вы не услышите, вы голос не услышите просто. Поэтому надо и знать ремесло, и надо услышать голос. Ну и тренировать, конечно, тренировать этот навык слуха и записывание. Поэтому вот так вот. Хорошо, большое вам спасибо. Либо пишем, отвечаем на 7 вопросов и завтра встречаемся в 12 часов. И, соответственно, завтра освободите, пожалуйста, время завтра с 12 часов до послезавтра, то есть пятницу, вторую половину дня пятницы и утро субботы. Освободите от всех занятий, будем писать текст пьесы, будем писать тело пьесы. Сделайте все дела завтра за утро, на работе скажите, что вы заболели и будем работать. Да, курс по тому, как подслушать голос Бога. Он по тому, и у меня все мои курсы о том, как подслушать голос Бога. Все. Да, и не надо это воспринимать в каком-то религиозном смысле, да, то есть я... Все сложно. У нас все сложно. Так. Да, такой финал лучше же, так логично. В тот момент для меня это было неочевидно. Понимаете, текст пьесы, когда написано, да, она еще такая живая, гибкая, может меняться, да, а потом она застывает и в камень. И ты смотришь и думаешь, там ни слова нельзя поменять. Там есть ошибка одна в пьесе. Неважно, не буду говорить какая. Митя Егоров ее выловил, когда ставил в этом самом. Вот. И я там с большим трудом ее смог поменять, потому что уже все застыло в кость уже. Вот. Логическая ошибка есть. И, значит, вот что касается этого финала, вы не представляете, как меня чморили за это. Причем известные достаточно драматурги говорили, что это такое, как эта пьеса вообще попала в театр ДОК. Какая-то слащавая сказка. Вот. И мне было очень... Паша Пряшко, которого я очень сильно уважаю, да, он просто, когда он послушал читку впервые, он сказал, что что это такое вообще, ну что это за деревня, где он видел такую деревню. Матом не ругаются, клей не нюхают. Ну, я вообще-то из деревни, да. Матом-то у нас, конечно, ругались, да, но клей у нас там не нюхали. Вот. И как раз-таки деревню-то я знаю гораздо лучше, чем горожанин Пряшко. Вот. И потом, через какое-то время, читку делал Миша Рахлин из Рыжаковских ребят. Они хотели ее ставить тогда современненьким. И вот была читка в ЦИМе. Значит, по-своему там, поинтересно они достаточно сделали. И, значит, мы сидим, и я вдруг... Оглядываюсь и вижу, что у меня за спиной сидит Пряшко. Вот. Думаю, а что? Ему же не понравилась пьеса. И, значит, заканчивается читка. Он ко мне подходит и говорит, ты знаешь, я был неправ тогда. Пьеса очень хорошая. Я тебя поздравляю. Сейчас, типа, я ее, как бы, прослушал еще раз, снова до ладон. Говорит, и я очень сильно его зауважал в тот момент. Ну, я его как драматурга и так уважал. Вот. А то, что... И тут я его зауважал как человека, да, что он смог, да, то есть он тогда, у него мнение было такое, да, но он почувствовал что-то, видимо, его как-то беспокоило в этом, да, то есть что-то не все, видимо, понял, да, надо еще раз прослушать. И он еще раз прослушал пьесу, еще раз в нее, в них. Поэтому это не мое самолюбование, да, там, я и великие, да, а именно, как бы, что вот это то, чему надо учиться, да, то есть такому какому-то непредвзятому открытому взгляду. Так. Если Господь продиктует тому, кто не умеет писать, то текст не будет. Да, совершенно верно. И там могут быть какие-то проблески, да, даже в плохих текстах бывают проблески вот этого голоса. Да, вот, кстати, Антон, очень точное замечание. Как у Блока. Да, к сожалению, Христос. Абсолютно. Вот абсолютно. Я помню еще то время, когда нам говорили в школе, когда я учился, у нас такая была советски ориентированная преподавательница, хотя это были уже там конец 80-х годов, и она говорила, что вот, типа, были такие дискуссии, а почему Христос? Кто-то говорил, что, наверное, он ошибся, опечатался, и вплоть до того, что чуть ли не печатали какие-то версии, в которых впереди идет матрос. Да, что абсолютно не лепится. Думаю, что вы Александр реально великий. Нет, я всего лишь выдающийся. Нет, я упорный. Я не великий, я упорный. Вот это да. Это есть. Есть ли сейчас в Москве какие-то открытые читки или что-то? Есть Любимовка, никуда она не делась. Там мой ученик Алжас Жанайдаров, выпускник нашей самой-самой первой мастерской. И там все, по-моему, все у них хорошо, работают они, да, и действующие лица, я не знаю, сейчас существует или нет. У Коляды все идет замечательно, да, Евразия, то есть огромное количество конкурсов, все работают. Я вам об этом говорил. Но к этому мы еще вернемся. Кстати, вот что касается читки, а кто вам мешает сделать читку? Ну вот мы с вами сидим здесь, ВК-звонки, да, то есть даже Zoom не нужен. Возьмете, вот напишем пьесу, да, соединимся в пары и сделайте читки своих пьес, чтобы люди посмотрели. Ну ладно, сейчас пока не будем забегать вперед, сейчас надо еще написать еще два дня напряженной работы и дальше мы отдохнем. Все, спасибо вам и пока-пока. Напоминаю еще раз, что набор на пьесу в мастерскую продолжается, там народ уже со страшной силой уже толпится в дверях, но места еще есть, так что давайте, присоединяйтесь. Все, пока-пока.